У нас сегодня в гостях замечательный человек, большой ученый. Мы несколько раз откладывали эту встречу в силу объективных и субъективных причин. И я очень рада, что сегодня наконец все состоялось. Могу вам открыть секрет, что буквально за день до нашей с вами встречи наш сегодняшний лектор хотел перенести эту встречу, потому что у него было большое важное дело. Поездка в Китай. Но вот Китай ради нас отменен. Оцените, пожалуйста, красоту момента. Но этот человек, о котором я говорю, это Пчеляков Олег Петрович. Ваши громкие аплодисменты. Олег Петрович, доктор физико-математических наук, профессор, заместитель директора по науке Института полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук, лауреат государственных премий, редкая птица, которая к нам сегодня залетела. Поэтому слушайте внимательно, задавайте вопросы и получайте большое удовольствие от происходящего. Спасибо, Олег. Спасибо большое. Какие вы красивые все ребята. Спасибо вам большое, что вы нашли время прийти на мой рассказ. Я не называю это лекцией, потому что я на самом деле не лектор. Я привык работать возле установок, привык работать с материалами, с полупроводниковыми. И у меня там в Институте физики полупроводников в Академгородке осталось отдел, остался лабораторий, три лаборатории, отдел. В этом отделе около сотни работают исполнителей, коллег, ученых. Я, прежде чем приступить к своему рассказу, но я говорю, что я не лектор совсем, это будет рассказ. Я постараюсь показать вам много картинок, ни одной формулы. Не надо будет ничего писать, потому что я свою презентацию оставляю вам в подарок. Вы можете ее перекачать и ознакомитесь. Там все ссылки стоят, все, что надо. Хочу этот рассказ сделать небольшим. Ну, так я постараюсь не выйти за рамки 45 минут, к которым мы с вами привыкли. И если вам захочется спать во время моей лекции, я вам разрешаю. Открою маленький секрет. Я сам любил поспать на лекциях. Это прекрасные минуты. Но я думаю, что предполагаю, что надеюсь, что я вам помешаю спать, что вам будет интересно. Здесь я вам покажу материалы, которые я взял из интернета. Оригинальные совершенно материалы, которые вы нигде не видели. Свои собственные, ну как свои собственные, нашего коллектива материалы. Которые рассказывают о еще одном направлении покорения космоса. Оказалось, что наш материал, которым мы занимаемся, полупроводниковый материал, это основной материал микроэлектроники кремний. Рядом с ним стоит Германий. И дальше там арсенингалия и родственные им соединения полупроводниковые, которые широко используются и в микроэлектронике, и в микрофотоэлектронике. И у каждого из вас в мобильном телефоне много разных полупроводниковых материалов. И нам повезло, вот этот вот полупроводниковый материал, он обладает очень интересными свойствами, которые используются уже сегодня. И он является одновременно очень чувствительным к примесям. И чем меньше в нем примесей, чем чище этот материал, тем более интересными свойствами он обладает. И вот оказалось, что наиболее выгодным местом для изготовления особо чистых материалов является космос. Почему, вы сейчас увидите. Сейчас посмотрим, как это листаться будет. Так. Ну вот основные вопросы. Я присяду, ничего? Это, ну, там название вы видели. Молекулярная эпитаксия. Это, ну, во-первых, слово эпитаксия, я расшифрую, это эпи. Это поверхность. Таксис повторения. Вот основной задачей молекулярной эпитаксии и сопутствующих ей вакуумных технологий является нанесение супертонких слоев монокристаллических на монокристаллические полупроводники. И эти слои повторяют структуру и свойства подложек. Ну, конечно, не полностью. Там есть разница в этих материалах. У них разные постоянные кристаллических решеток. Поэтому такому нанесению сопутствует получение механических напряжений пленки и подложки. Но в результате молекулярной эпитаксии мы получаем слоистые структуры, которые имеют замечательные свойства. Я об этих свойствах немного вам расскажу. Я поясню, почему и как мы делаем солнечные батареи на Земле. Потому что основной задачей нашего проекта космического является постановка производства в космосе, космического производства. Мы хотим создать такую космическую мини-фабрику по производству солнечных батарей. И эти солнечные батареи будут предназначены для использования в космосе. И первая наша задача – это заменить кремниевые солнечные батареи на Международной космической станции. А там площадь солнечных батарей примерно равна площади стадиона, футбольного поля. Там очень много солнечных батарей. Эти батареи же из отдельных кусочков состоят. И вот мы будем последовательно заменять этот материал на свой, полученный там, в космосе. Это то, о чем мы мечтаем. Мы стремимся увеличить мощность этих космических батарей. И стремимся уменьшить вес этих батарей. Потому что наши батареи будут очень тонкими. В пределе мы мечтаем создать такую батарею, которая будет по толщине примерно сравнима с листом А4 пищебумажным. И такая же гибкая будет батарея. Так что можно будет даже цилиндрические объекты снаружи покрывать. И последний вопрос, вот этот третий. Почему в космосе это будет лучше? Это основная мотивация нашего выхода в космос. Часто задают вопрос. Ну вот у вас получается же на Земле, вы что-то делаете. Что вас в космос-то потянуло? Это я вам сейчас расскажу. По определению Роснано, там в этой корпорации под термином нанотехнология понимают совокупность технологических методов и приемов, используемых при производстве материалов, включающих целенаправленные контроли управления строением, химическим составом и взаимодействием, составляющих их отдельных тономасштабных элементов с размерами порядка 100 нанометров. Каждый нанометр – это 10 ангстрем, это примерно 10 межплоскостных расстояний или расстояния между атомами, полупроводниковых материалов. И как минимум по одному измерения это должно быть. Тогда это нанотехнология. Но главное самое – это что вот эти измерения, вот эти изменения элементов должны обязательно приводить к улучшению, либо к появлению дополнительных полезных характеристик и свойств получаемых продуктов. Это главная мотивация нашей деятельности. Вот я вам показываю, вы все видели, и неоднократно мы видим данный земной шар. Мы задавались вопросом, тут, кстати, вы видите Луна. Задавались вопросом, как у нас на Земле используются солнечные батареи и как человечество вообще использует электричество в своей жизни. Вот этот замечательный совершенно кадр, он был снят с поверхности Луны. Называется эта фотография «Восход Луны», «Восход Земли». Вот восходит Земля над горизонтом Луны. Еще один кадр, это японцами было, по-моему. А, нет, это Уильм Андерсон во время облета Луны сфотографировался Аполлона Восьмого. И, наконец, то, что мы видим из космоса, когда из космических объектов производится съемка Земли, мы видим, что наши города сияют ночью огнями. Это огни городов, огни дорог. Вот, пожалуйста, это французская ривера, так выглядит ночью. А это Москва ночная, тоже много, залита вся светом, но есть и темные места. А вот интересный очень снимок, он снят с разных аппаратов из космоса. И стыкованные фотографии, стыкуются фотографии, сняты тогда, когда не закрыта поверхность, изображение поверхности Земли облаками. Здесь мы видим ночью сияние, вот это интенсивное сияние. Можно вообще-то с использованием математических методов проанализировать количество этих источников света. Можно посчитать, что более чем 2 миллиарда человек вообще не имеют никакого доступа к электричеству. Сделан прогноз такой, что к 50-му году людям будет нужно более 20 тераватт электроэнергии. Откуда их взять? Очевидно, не только для ученых, что эту энергию можно взять из космоса. Это в основном будет солнечная энергия. Вот здесь вы видите электричество солнечное, оно желтым цветом обозначено. В 100-м году это будет превалировать. То есть в основном человечество будет жить за счет солнышка. Потому что солнце это неиссякаемый на сегодняшний день по масштабам нашей жизни источник энергии. Но для того, чтобы эту энергию получить, нужны хорошие перспективы производства этой энергии, долговременные. Ну, здесь вот вы видите, как сегодняшние батареи выглядят справа вверху. Это Адлерсгов, это Германия. И вот основные производители солнечных батареек здесь перечислены. К сожалению, здесь не приведена Россия. Но я думаю, что в ближайшее время мы еще всем производителям покажем нашу производительность по солнечной энергетике. Вот как выглядят батареи солнечные, использующие фокусирующие элементы. Как можно сделать эти батареи дешевле? Это один из путей. Он связан с тем, что мы используем, грубо говоря, увеличительное стекло. И как мы все с вами пробовали фокусировать солнце на любой материал. На дереве можно выжигать всякие рисунки с помощью солнца таким образом. Вот получается, что с помощью линзовых систем можно сконцентрировать солнечный поток 10-кратно, 100-кратно. И вот во столько раз будет уменьшена стоимость этой солнечной батареи, если она будет установлена в фокусе этой линзы. А линзы можно делать из дешевого материала, даже из пластика. Вот, например, сейчас я вам покажу. Это было недавно, в 2013 году, относительно недавно, конечно, уже 5 лет назад. Я на Тайване видел такую станцию, солнечные батареи, которые питают целый город. Днем они заряжают батареи, тут есть накопители энергии. А ночью эти батареи дают энергию для освещения улиц, для освещения домов в этом городе. Но вот этот слайд, он издалека не виден. Это перспективы, вернее как, это настоящие данные, вот в настоящее время полученные по эффективности, как росла эффективность солнечных батарей. Наиболее эффективным материалом для изготовления солнечных батарей является арсенид галлия на сегодняшний день. И батареи на основе арсенида галлия, вот здесь показано, вот сегодня уже имеют мощность больше, вернее эффективность преобразования солнечной энергии больше 40%. Ну, это означает, что 60% просто идет на нагрев батареи, не используется. Значит, есть еще куда идти, нужно повышать производительность солнечных батарей, эффективность использования того света, который падает на солнечные батареи. И как это делать? Так, сейчас мы посмотрим, тут будет, наверное, видно, вот 44,4%. Это рекорд мировой на сегодня. Вот так выглядит солнечная батарея на пластине кремниевой диаметром 100 мм. На поверхность этой пластины наносятся вот эти слои различных элементов. В основном здесь галлий, мышьяк, фосфор. И вот из этих материалов организуются преобразователи солнечной энергии. Здесь все есть контакты. Вы можете сами выйти в интернет, связаться, получить самые свежие данные, потому что это пятилетние давности данные. У нас недавно состоялось, ну, не как недавно, а 5 лет назад, состоялось совещание. Оно проходило в Москве по инициативе Нобелевского лауреата Жареса Ивановича Алфюрова. Здесь вы видите нашего председателя сибирского отделения Асеева Александра Леонидовича. Правда, сейчас он уже вышел на отдых. И очень интересный человек. Это генеральный директор и генеральный конструктор одновременно большой корпорации в Красноярске, которая сама себя называет центром производства спутников. Они изготавливают около 80% всех спутниковых систем России. И основное их количество направлено на связь, на создание устойчивой космической связи, навигации, наблюдения поверхности Земли из космоса и так далее. И вот он, выступая на этом совещании, он нам показал путь. Фактически он обозначил главную проблему всей этой космической флотилии – это солнечные батареи. К сожалению, у нас в России изготавливают только кремниевые и солнечные батареи, немножко арсенит-галевых, но по количеству этих батарей не хватает для того, чтобы обеспечить всю флотилию. И вот Тестоедов, профессор, член КОР, он сказал, что давайте будем разрабатывать российскую технологию на российском оборудовании, чтобы не зависеть от американцев, от которых на сегодня мы имеем основное количество солнечных батарей на спутниках. Так что задачу он нам обозначен. Ну а здесь вы видите, вот самая распространенная система, 22 таких агрегата находятся в космосе сейчас. Они обеспечивают нам мобильную связь. Здесь основной элемент, самый большой – это вот солнечные батареи. Одна, вторая, третья, четвертая. Эти солнечные батареи на сегодня кремниевые. На сегодня их эффективность равняется 16%. Значит, есть еще куда идти. Но мы так обозначаем свою деятельность, что мы попробуем прямо в космосе снимать элементы этих солнечных батарей и выполнять процедуру их обновления. Вместо этих батарей будем ставить произведенные у нас в космосе. Почему в космосе надо делать батареи? Ну это я тут привожу выдержку из речи Членкура Тистоедова. Вы сами почитаете. Сегодня будущее солнечной энергетики обрисовывается таким вот образом примерно. Это будет основной источник электроэнергии для подвижных объектов. Вот эти подвижные объекты вы здесь видите уже сегодня. Это живые фотографии. Это и корабли, которые уже совершили кругосветное путешествие. Это летающие аппараты, которые приближаются тоже к моменту, когда они облетят вокруг земного шара. Ну спутниковые системы, я не говорю, вы знаете. Ну и, наконец, большие космические станции, которые тоже зависят от солнечной энергии. Свои солнечные батареи мы на Земле изготавливаем, используя вакуумные объемы. Здесь этот объем изображен вот этой красной линией, это стенка объема из нержавеющей стали, она выполняется. В середине этого объема находится полупроводниковая подложка, пластина, диск, на который наносятся полупроводниковые материалы разные. За этим процессом наблюдаем мы с помощью быстрых электронов, с помощью света когерентного и различных. Вот рентгеновский спектрометр, например, дает нам информацию о химическом составе, того, что наносится. Ну в результате мы получаем структуру на подложке диаметром сегодня до 100 мм. И дальше мы производим серийно такие установки, небольшой серии, правда. Мы выполнили на сегодняшний день 90 таких установок. Они стоят в разных научных лабораториях России, Белоруссии, Украины, Казахстана. Но есть несколько установок в Соединенных Штатах. Элементы установок отдельных и в Японии. Вот такое производство у нас в институте, оно дает, конечно, и заработать. И мы заработали деньги для того, чтобы удержать большое, в общем, у нас в составе отдела около сотни исполнителей. Вот сейчас можно удержать талантливых ребят, талантливых инженеров, ученых только хорошей зарплатой. Ну, вот здесь вы видите небольшую группу, которая занята сборкой новой установки. Эта установка была нами выпущена специально для Томского государственного университета. И сегодня там студенты обучаются выращивать пленки полупроводниковые не только для солнечных батарей, но и для сверхвысокочастотных транзисторов, для других различных приборов опто- и микроэлектроники. Вот так она выглядит. Она состоит из двух объемов цилиндрических. Первый из которых – это фактический насос большой вакуумный, откачанная камера. А вот этот – это ростовой модуль, цилиндр. Такое обилие гаек мы видим, оно предназначено для того, чтобы создать разъемные соединения на так называемой твердотельной сварке. Это специальные прокладки из меди, отожженной, гибкой. Вот мы используем. Они раздавливаются, здесь получается такая холодная сварка. И после этого можно… Да, вот здесь вот вы видите этот узор на самой камере. Это нагреватели. Здесь и здесь. Чтобы получить близкий к космическому вакууму в этих объемах, их нужно нагревать, осушать, чтобы ликвидировать водяные пары, откачать их. И после этого мы имеем в таком объеме очень хороший вакуум. Ну вот здесь модель, макет. У нас процесс роста пленок живет в компьютере. Мы можем моделировать процесс роста, видеть, как образуются дефекты в таких объемах, точечные, линейные. Вот. Как образуется рельеф поверхности пленки. И предсказывать свойства этих материалов. Теперь к солнечной батарее подходим. Солнечная батарея на самом деле является самым простым электронным прибором. Он состоит из двух слоев фактически, ну из трех. Слой так называемого N-типа, слой P-типа и металлический, вот такая сетка металлическая, которая одновременно пропускает, с одной стороны пропускает свет. И с другой стороны собирает электроны и выдает их на потребителя. А откуда берутся электроны? А вот как раз из вот этих вот двух слоев. P-слой – это слой P-типа дырочный. N – это полупроводник электронного типа. И вот когда мы соединяем эти два типа материалов, получается фактически батарея. На N-слой минус, на P-слой плюс. Но напряжение появится только после того, как мы посветим, например, солнечным светом, осветим этот P-н-переход. Тогда как раз и появится стимул для того, чтобы сюда ставить потребителя. Но чем совершеннее будут эти материалы, чем меньше в них будет примесей посторонних и дефектов, тем эффективнее будет преобразовываться свет в электричество. Наша основная задача – это применить разработанные нами технологии для получения структур с различными нанокластерами внутри, которые приведут к увеличению эффективности этого материала. Я некоторые из иллюстраций буду пропускать, вы сами потом посмотрите. Здесь просто схема самой обычной солнечной батареи, которая засвечивается с одной стороны. Это вот снизу здесь солнечное освещение. Оно проникает через тонкую-тонкую подложку, порядка ста микрон подложка. А может быть, еще и тоньше я вам говорил, что сравнимо с пищебумажным листом. Такой толщины, это гибкая на самом деле батарея будет. Но в ней будут места на поверхности сформированные N-типа и P-типа. А сверху алюминий наносится в виде сетки. В результате это подобие получается интегральной схемы. И можно собирать с этих вот… Вот это выглядит в натуральном виде, вот как мы их наносим, эти солнечные батареи. Вот контакты этих солнечных батарей. Мы собираем электричество с этих участков. И дальше мы можем даже… Здесь обрамление будет разводить это электричество на потребителя. А это обратная сторона, вот та подложечная, куда как раз свет падает. Видите, здесь колодцы такие сделаны. А в центре колодца тонкая-тонкая мембрана. Для того, чтобы свет не поглощался. У нас есть патенты на различные решения, таких поупроводниковых батарей. И посмотрите потом. Так вот выглядят рабочие, в рабочем виде эти солнечные батареи, кусочки, из которых набираются уже большие такие площади. Ну, а здесь вы видите прототип кремниевой солнечной батареи на гибкой подложке, тонкой очень. Так выглядит Международная космическая станция. Огромные батареи. Площадь этих батарей сравнима с футбольным полем. Так. Это не знаю, сработает, не сработает. Сейчас посмотрим. Это вообще начало кинофильма. Нет, не сработало. Ну, ладно, ничего. Посмотрите сами. Запустите, он будет работать. Вот, теперь, что нам даст космос? Ну, уже на сегодняшний день известно, где у нас будет расположена наша фабрика, мини-фабрика по производству таких солнечных батарей. Здесь вы видите диск из нержавеющей стали. Вся станция двигается в том направлении. Ну, а за вот этим диском фактически образуется кельватерный след, в котором практически отсутствует вещество. В космосе вообще вакуум не очень хороший, там на 4-5 порядков ниже, чем, хуже, чем нам бы хотелось. Но если мы прицепим к любому космическому объекту, который летит, как наша станция, с первой космической скоростью, а вокруг молекулы окружающего космического вакуума, они двигаются примерно с такой же скоростью, они тогда, получается, что не могут догнать этот цилиндрический, этот объект дискообразный. И поэтому в его кельватере образуется вот это вот место, которое мы назвали вакуумной лабораторией, космической вакуумной лабораторией. Вот в этом объеме практически отсутствует вещество. И тогда здесь можно получать очень чистые материалы. Почему здесь приводится фотография Аристотеля? Меня часто спрашивают, а кто же вам эту идею подарил, использовать такой диск для того, чтобы получать в космосе идеальный вакуум? Кому вы обязаны платить за это? Ну вот я отвечаю всем, что это на самом деле Аристотель, вот если он к нам придет и объявит свои права на этот способ, мы, конечно, ему заплатим. Но после него у нас уже было много предшественников, которые в свой вклад внесли в это дело. И тоже можно их по фамилиям прямо в интернете найти их работы. Это целая история очень интересная. Есть расчеты. Вот я обещал вам ни одной формулы не показать. Ну, здесь вот я отошел от этого правила. Это был с нами такой очень интересный человек, Лев Львович Зворыкин. Внучатый племянник того Зворыкина, который изобрел телевидение. Он был в нашей команде. И он теоретик. Он как раз считал вот эту всю атмосферу, просчитывал возможность получения за таким диском высокого вакуума. И вот это им было предсказано необходимость стремиться сюда, установить здесь этот диск. И за этим диском развивать технологию молекулярной эпитаксии и получение особо чистых материалов. Эта идея у нас теперь охраняется патентами. Мы взяли в соавторы Игнатьева Алекса. Это заслуженный профессор Хьюстонского университета. Нас наградили дипломом за лучшее изобретение. Видите, вот мы вошли в сотню лучших изобретений России. Вот такое вот удовольствие. Вот здесь, как называется этот патент, его номер можно будет посмотреть. И как выглядит наша ростовая установка. Она меняет свой облик постоянно, каждый год. Но в этом году мы уже останавливаемся. Мы уже делаем опытный образец в металле. И запускаем его в следующем году на орбиту. На Международной космической станции уже установлен стыковочный узел, куда будет стыковаться вся эта аппаратура. Теперь я быстренько вам покажу несколько фотографий, которые демонстрируют основные узлы этой установки. Но вот эта наземная установка, мы ее назвали имитатор космического вакуума. Почему? Потому что здесь мы воплотили все свои идеи, возможности получения особо чистого вакуума в нержавеющей стали. Но сами понимаете, что как бы мы ни чистили нержавеющую сталь внутренней поверхности, все равно у нас не получится той частоты, которую можно получить в той космической модификации, в космосе, когда мы фактически используем пространство за диском в той вакуумной лаборатории. Вакуумная камера, практически отсутствуют стенки у нее. Это Алекс Игнатьев, профессор Хьюстонского университета. И вот так вот выглядит с барабаном первый вариант нашей установки. Здесь такие дискообразные пластины солнечных батарей устанавливаются. Сегодня наша летающая установка, как мы ее начали называть в прошлом году, вот ее стыковочный узел, она устанавливается на Международной космической станции. Вот этот колпак сверху, он открывается. И тогда внутреннее оборудование этого объема позволяет нам получать очень тонкие пленки. Вот как выглядит вся эта система довольно сложно. Посмотрите, потом детально посмотрите, как это накопитель подложек, дисков. Он дает нам возможность выращивать последовательно много дискообразных объектов, потом они возвращаются в эту же накопительную камеру и извлекаются наружу, транспортируются вот в таком виде, транспортируются на Землю. А на Земле почему на Земле? Мы первоначально планируем выращивать пленки в космосе и на Земле в одно и то же время. Вот в такой установке и в наземной аппаратуре. А затем из космоса возвращать эти выращенные пластины и на Земле сравнивать уже выращенные в космосе и на Земле пластины по своим свойствам. Вот это будет у нас задача на последующие несколько лет. Но уже подготовлено и изготовлено в железе вот такая мини-фабрика, в которой накопителей много. Производительность у нее достаточна для того, чтобы уже производить много материалов для солнечных батарей. Ну а вот эта аппарата КТ, это наше будущее. Ее характеристики, вот видите, здесь уже 230 килограмм ее вес. В таком виде наша установка, как нам продиктовали в Ракетно-космической корпорации энергии, нам выделили 150 килограмм на нее. А здесь вот будет уже 230. Мощность электропитания этой установки 4 киловатта. И длительность экспериментов 30 дней. В течение месяца мы будем на ней выращивать наши пластины солнечных батарей, затем возвращать на Землю. Вот так образно выглядит наша программа. Как мы ее видим, она возникла в 2014 году. У нас три страны объединили свои усилия. Россия, Казахстан и Хьюстонский университет. Я не говорю Соединенные Штаты Америки. Там у нас на уровне президентов еще при Клинтоне мы подписали соглашение о том, что все, что мы делаем совместно в космосе на пользу солнечной батарейной тематики, солнечной энергетики, это все не секретится, это все открытая тематика. И здесь мы находимся во взаимодействии научном. Вот это на самом деле тоже кино, но я думаю, что оно тоже не будет играть. Да, не играет. И, наконец, я вам покажу это совершенно новое направление космической деятельности, промышленное производство полупроводниковых пленок и наноструктур в условиях орбитального полета. Вот так вот выглядеть будет. На самом деле мы были большие оптимисты. Эта программа была сверстана в 2010 году. Тогда еще у нас были неплохие отношения с Украиной. На Украине существует такой самолет, он называется «Мрия». На нем перевозили наш шаттл. И мы планировали, что это будет воздушный старт. Что на этой «Мрии» будет установлен разгонный блок и вот этот маленький самолетик космический, который будет заряжать, то есть он будет стартовать с «Мрии» на высоте примерно в 11, ну вот здесь написано 8,5, потом мы уже дошли до 11 километров. Это очень выгодный старт, а такого старта сегодня не существует, воздушный старт. Он использует на начальной траектории полета свойства вот этого летательного аппарата, который является до сих пор самым большим в мире. У него шесть двигателей. И при этом не расходует собственных материалов. У него тут есть такой объем для горючего. Это будет использоваться уже потом для достижения Международной космической станции. Этот аппарат, он называется «Молния», изготовлен на объединении «Молния» в одном экземпляре. Он летал в космос. Это мало кому известно, но я уже сейчас могу это показывать. Разрешили. Поскольку будущее этой программы российско-украинской на сегодня непонятно. Вот так он выглядит. Картинка, как здесь будет расположена полезная нагрузка. И вот сам проект Международная космическая станция. Здесь мы выращиваем материал для солнечных батарей. Затем его с помощью этого самолета «Макс» привозим на Землю. Здесь заканчиваем производство солнечных батарей. И финишные процессы позволяют нам организовывать производство солнечных батарей. Этот кадр я показываю, чтобы… Ну, это начало нашей эры полупроводниковой в космосе. Полет шаттла. Это была вот здесь, это команда первая, которая осуществляла выращивание полупроводниковых пленок в космосе. В ее составе находился в качестве бортинженера Сергей Крикалев. После этого полета он вернулся на Землю, мы с ним познакомились. И с тех пор дружим. На самом деле, у него карьера очень быстро продвигалась. Он стал руководителем Центра подготовки космонавтов. Сейчас он где-то в недрах Ракетно-космической корпорации «Энергия». Но у него одна из ведущих позиций там. И он, конечно, нам способствует прохождению нашего проекта. Так вот мы встречались все вместе. Надо сказать, что Игнатьев очень хорошо знает Крикалева, потому что вот тот эксперимент, в котором Крикалев участвовал в космосе, был инициирован Игнатьевым. Там стояла установка, которая была изготовлена в лаборатории Игнатьева. И все идеи, все эти... Ну, на самом деле, Крикалев взял у Игнатьева. Игнатьев его обучал технологии этой. И вот мы, когда сюда мы попали с Игнатьевым вместе в Центр подготовки космонавтов, нам удалось найти Крикалева, он постоянно занят. Он в это время был вот в том кресле внутри прогресса. Он там проходил тренировку перед полетом. И состоялась первая вот здесь беседа у нас. Когда мы решили, что нам надо всем работать вместе, тогда мы быстро реализуем нашу программу. Вот что у Игнатьева на Земле происходит. У него в Хьюстоне такая лаборатория, где большой диск, вот этот, из нержавеющей стали. Здесь ростовая установка. Очень много оборудования. Ему очень хорошо жилось там, в этой программе. Потому что до шаттли ему позволяли поднимать на борт Международной космической станции до трех тонн. Четыре тонны даже вот эта вот установка космическая. И вот это уже слайд из Игнатьевской презентации. Так он себе представлял, что будет организовано производство полупроводниковых структур в космосе. Да, я уже вижу, у меня 10 минут осталось. Но я оставлю сейчас вам время на вопросы. Я думаю, что у меня есть несколько визиток. За самые интересные вопросы я буду дарить визитки для того, чтобы вы могли к нам приехать в институт, посетить наш институт. Ну, надо сказать, что был получен мировой рекорд по производству полупроводниковых пленок в космическом вакууме. И это дало нам вот это основное побудительный мотив для нашей деятельности сегодня. Спасибо Игнатьеву и сопутствующим его товарищам. Вот. На этом я остановлюсь. И, пожалуйста, вопросы. Это вот наша команда, вся основные руководители. Это Казахстан, это Игнатьев, Крикалев Сергей. И мы с генералом Кушнаревым. Генерал Кушнарев, заслуженный военный летчик России, он находился на борту, ну, вел, вернее сказать, самолет, который параллельно с нашим российским шаттлом садился на аэродром. Вы знаете, там был такой научно-технологический подвиг. К нашему Бурану, который совершил автоматическую посадку на аэродром. Нет равных в мире до сих пор. Потому что американцы, они не могли в автоматическом режиме работать. И ведь сколько было жертв, то есть два шаттла сгорело вместе с космонавтами, там были аварии и все такое. Мы предполагали, что у нас будет автоматический аппарат. Ну, вот, один из создателей этого аппарата. Спасибо большое, Олег Петрович. Ваши аплодисменты. Спасибо большое. Мне было очень приятно вам это все рассказывать, потому что сам переживаю. Нам было это очень приятно и интересно слушать.